Всем доброго времени суток! С вами вновь Ева Лехцер. Я рада вас приветствовать на своем канале. И в текущем видео хочу по вашим многочисленным просьбам сделать видеообзор долгожданной для вас колоды двусторонняя Таро Вице-Верса. У меня идет лицензионное русскоязычное издание, издательство Авалон Лос Карабео. Есть еще, безусловно, англоязычная версия, но так как ее не смогла найти, поэтому пришлось приобрести это. Итак, что представляет из себя колода? Вот плотная картонная упаковка. Можете посмотреть со всех сторон. Помимо всего прочего, здесь коробка идет на магните, что очень удобно открывать, удобно закрывать внутри для извлечения. У вас тут шелковая лента. Здесь непосредственно идет книга, ну и сама колода. К колоде мы обратимся немножко попозже, сейчас рассмотрим книгу. Значит, что это за книга? Художник у нас Дэвид Корзи, непосредственно сами, да, авторы колод. Это Массимилиано Филадоро и Лунае Визерстоун. Вот давайте посмотрим книгу, что она из себя представляет. Ну здесь непосредственно идут аннотации, да, перечень литературы, которая использовалась, видение второго, то есть это специфика колоды, каким образом к ней пришла идея, вот это двухстороннего второго вице-верса. Далее. Работа с картами, то есть как они вам рекомендуют работать, каким образом тасовать колоду, да, каким образом доставать карты, как настраиваться на работу с картами. Ну, скажем так, когда вы выкладываете карты в этой колоде, вы не должны концентрироваться на именно в визуальном ряде, то есть вы должны, когда вы выкладываете карты, смотреть вдаль. Так как на этой колоде нет рубашки, и для вас это может, знаете, как стать некой проблемой. Далее непосредственно идет само описание арканов. Здесь сейчас сразу достану колоду, чтобы было понятно, о чем у нас идет речь. У колоды есть эта сторона и та сторона, то есть лицевая сторона, это у нас непосредственно аверс, и перевернутая сторона, это у нас реверс. И согласно, скажем так, вот этой методике, у нас здесь идет описание карты этой стороны и ее значение в раскладе, да, ну и непосредственно той стороны. Могу сказать сразу, не могу сказать, что эта литература для меня была крайне информативной, либо помогла создать какие-то собственные наработки. Скажем так, согласно этой литературе я увидела посыл, тот, который пытается донести автор, специфику своей колоды, его взгляд на арканы, но тем не менее, согласно своей практике, информация идет у меня совсем другая от карт, и проигрывается она совсем по-другому. Я думаю, у любого торолога это будет, естественно, так же. Здесь вот, согласно литературе, смотрите, вначале у нас идут старшие арканы, вот, и потом у нас с вами непосредственно идут младшие арканы. Начинается у нас со стихии чаш, вот, и, кстати, на младших арканов описывается вообще крайне кратко, та и эта сторона. Вот, кубки, они же чаши, пендакли, они же динарии или монеты, потом у нас идут джезлы, и идут мечи. В конце книги у нас идет четкое описание символов, то есть, которые используются в прорисовке арканов, да, например, там, акация, амфора, броня, буря, да, и что, какой посыл в эти символы вкладывали авторы, какую смысловую характеристику они пытались вам донести. Ну, и, собственно, да, завершение книги, ссылка на магазины, на их сайты, их контакты, по которым вы сможете связаться, например, приобрести дополнительную литературу. Ну, давайте перейдем непосредственно к колоде. Итак, что могу сказать по поводу колоды? Колода очень яркая, очень красочная, очень насыщенная, замечательная ламинация, прекрасная вырубка карт, то есть, вы можете посмотреть сами, все идеально ровненько, нет никаких шероховатых краев, нет никаких зазубрин на картах, то есть, качество однозначно на высшем уровне, несмотря на то, что это лицензионное, да, русскоязычное издание, то есть, оно ничем не уступает англоязычному аналогу, ну, то есть, колода вообще прекрасная, как в работе, так, да, вот удобный формат, удобно держать в руке, даже у тех, у кого будут руки маленькие, колода содержит 78 карт, то есть, 78 арканов, и пустую карту, для тех, кто ее использует или не использует, здесь уже, скажем так, на ваше усмотрение. Что могу сказать сразу? Однозначно колода не предназначена для новичков, скажу более того, не для всех опытных практиков она подойдет, почему? Потому что даже если вы работаете только на прямых арканах, для вас это будет, ну, ситуация какой-то вот путаницы, не все понимают, да, что хочет передать автор, какую смысловую нагрузку унесут арканы, вот этой вот реверсивной стороной. Многие пробуют трактовать с позицией, как перевернутых арканов, если вы на перевернутых работаете. Я на перевернутых арканах работаю, но могу сказать однозначно, нет, посыл здесь совсем у карт другой, в принципе, иной. Поэтому, если вы будете пытаться применить сюда перевернутое толкование карт, однозначно здесь номер не пройдет. Здесь нужно погружаться именно непосредственно в аркан, смотреть полностью пририсовку, брать во внимание то, что вы пытаетесь донести автор, его смысловую нагрузку, и сопоставлять с тем, какая информация будет вам идти во время раскладов. Безусловно, опять же, данная колода не предполагает работы на перевернутых картах. То есть, например, мало того, что у вас будет реверс аркана, еще перевернутая сторона, это назнавается уйти в дебри. То есть, работать вы в целом не сможете. А так, что могу сказать, колода очень информативная, очень точная. Благодаря своему визуальному ряду, ну, знаете, как открывать какие-то глубины, вот как здесь, например, прорисован символ этого лунного камня. Чистота намерений, чистота помыслов, это интуиция, это ясновидение, это сильное погружение в собственные эмоции, причем эмоции, которые человек пытается контролировать и держать внутри себя. В общем, скажу честно, работать нужно с ней не один день для того, чтобы вникнуть в суть и, безусловно, начинать прорабатывать. Я думаю, нужно ее себя, как это мы делаем, в принципе, все тарологи. Да, начинаем с себя любимой, со своего окружения, потом уже пускаем в практику и проработку непосредственно на кверинтах. Опять же, по поводу, насмешиваю к некоторым тарологам, смотрела на некоторых каналах, это не касается всех, которые смеются над словом проработка. Здесь я выскажу свое субъективное мнение. Да, я также прорабатываю колоды, и мне непонятен вот тот посыл, который несут. А что прорабатывать колоду? Берешь с ней и работаешь. Нет. С моей точки зрения, каждая колода уникальна. Она имеет свою смысловую нагрузку, свою прорисовку. И, скажем так, притягивать за уши все абсолютно колоды, которые вы знаете, к одним каким-то толкованием, или к трактовкам, это в корне неправильно. Потому что бывает, и прорисовка отличается, и в целом какая-то смысловая нагрузка, аркана, да. Но я не знаю, как некоторые говорят, взял и работай. Может, конечно, если у вас там дар ясновидения, или у вас яснослышание, безусловно, вам легко. Если вы этими навыками не обладаете, то вам нужно именно прорабатывать колоду, смотреть, какие значения у вас отыгрываются на практике. Вот, например, здесь, да, реверс девятки жезлов. Это, знаете, как ситуация после битвы. Это ситуация попытаться загнуть в корень и вглубь себя, в корень своих проблем, и не отказываться на помощи, идти на контакт, идти на ситуацию примирения. Если с позиции здоровья ситуация восстановления, да, после каких-то, скажем так, перемисленных болезней, либо в целом тяжелого эмоционального состояния. Ну, карты крайне замечательные в прорисовке, как и старшая аркана, так и младшая. Вот, знаете, как в руках горит. И дают вам, знаете, такую вот конкретику, вот, например, реверс, двойки, пентакли перевернутые четко указывают, что не бойтесь показывать свое мастерство, выходите в люди, то есть люди ждут, скажем так, ваших трудов, да, либо ваших навыков. Выставляйте их на обозрение, тем самым вы либо будете в центре внимания, сможете добиться новых связей, быть успешным в новых социальных кругах и быть востребованным. То есть, например, найти работу, найти партнера. Здесь все в ваших руках. Вот, рыцарь кубков, посмотрите, какой красивый. Это вот аверс, это реверс. Вообще, карты просто замечательные, прерисовка, ну, просто поражает мое воображение. Очень глубокие. Для тех, кто практикует медитацию на аркана, да, корректировку на картах второго, либо погружение в аркан, для вас тоже это будет замечательный инструмент для такой работы. потому что здесь вы... По сути, те, кто не работает на перевернутых арканах, это колода, которая подарит вам не 78, а 156 значений. 150 оттенков ситуации. 150, простите, 156, да? Это настолько детально, настолько глубоко, вы сможете и более детально просматривать какие-то вопросы, какую-то ситуацию. И в целом нарабатывает для себя полезный опыт. Вот, реверс королевы Пентаклей. Несмотря за каким-то вот хладнокровным спокойствием и равнодушием, это карта плодородия, да, это женщина, которая всегда мыслит материально, мыслит практично, то есть всегда что-то должно быть за душой, всегда должно быть что-то про запас. Опять же, тут Жезлов, посмотрите. Ну, в общем, авторам, говорится, безумная благодарность и признание. Колода очень красивая, безусловно, по-своему специфичная, поэтому, повторюсь, новичкам я ее не рекомендую. Для вас она будет тяжела в проработке, вам необходимо будет знать основу райдера Уэйта, да, и уже хорошо работать на этой колоде, а потом уже переходить к этой. По поводу проработки колоды, да, кому интересны мои увидения арканов, да, мои навыки, мои наработки на этой колоде. Это все мы можем оговаривать только на личных каких-то консультациях, в личной переписке, если кто-то хочет получить эти знания, либо в посредстве, посредством обучения. Ну, вот, колода просто замечательная. Поэтому для тех, кто думает, брать ее к себе в коллекцию или нет, особенно опытные практики, от себя рекомендую. То есть она будет у вас своего рода, знаете, как жемчужиной. Жемчужиной вашей коллекции. Ну, скажем так, одни восхищения. Карты мне очень нравятся, очень глубокие. Причем вот, знаете, вот такая прорисовка, как будто ты действительно погружаешься в эту карту. Вот видите, если вот девятка мечей, ситуация застопорилась, нет выхода, нет, вы не видите ситуации решения, много страхов, много блоков. А теперь посмотрите на реверс. Даже в самое темное время суток можно разглядеть луч света. Луч света в конце тоннеля. Ночь перед рассветом. Хотя это символ, в принципе, десятки мечей, но тем не менее, здесь это тоже отыгрывается. То есть посмотрите на ситуацию с другой стороны. Не все так плохо, как вам кажется. И вот эти вот полутона, о которых говорят эти карты, ну, посмотрите, насколько они точно будут давать формулировку прочтения раскладов у вас на практике. Вот, просто, или вот, пас жезла, да. Восставшая из пепла. Птица Феникс, карта Возрождения. Вот у нас реверс императрицы. Аверс и реверс. Особенно колода хорошо подойдет тех, кто знаком с основными знаниями Древа Сефирот, Каббалистики, Аккультизма. Знаком с Эвритом. Ну, то есть, здесь вам будет очень легко удаваться эта колода в проработке, потому что практически весь символизм, который вы видите в Арканах, очень тесно связан с этими науками, с этими, скажем так, веяниями. Вот такая вот колода. Не знаю, насколько данное видео будет для вас полезным, и информативным. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях. Вот. Сейчас покажу поближе коробку. Хранить вы можете непосредственно как в коробке, да, так или, например, в мешке. Здесь уже каждому свое, как удобно. Я храню в коробке. Извлекается колода хорошо, без каких-либо проблем. То есть, вы потянули за шнур, достали карты. Ну, и вот книга. Что могу сказать? Однозначно, колода вас порадует, не будет у вас пылиться, и будет одним из самых любимых инструментов в работе. Вот такой у нас был обзор. Благодарю вас за внимание. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok